Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Срочные новости! Один из наших любимых индикаторов прямо сейчас, в четвертый раз за 11-летнюю историю биткоина, показывает невероятно бычий сигнал. Посмотрите на это каждый раз, когда оранжевая линия метрики Poole Multiple выходит за пределы зеленого коридора, в каждом цикле начинается параболическое бычье движение. В прошлом, когда этот сигнал срабатывал, биткоин вырос на 8000%, от 250 долларов до 20 тысяч в позапрошлом цикле и в прошлом цикле от 3000 долларов до 14 тысяч. В данный момент этот сигнал снова сработал. Сегодня мы поговорим о том, как точно понимать индикатор Poole Multiple, что означает его показатели и куда, исходя из этого сигнала, собирается двигаться биткоин. Поэтому устраивайтесь поудобнее и не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков на этом видео, а мы переходим прямо к контенту. Итак, сигнал был получен от индикатора Poole Multiple, о котором я уже когда-то рассказывал в каком-то из своих видео. Мы называем эту метрику индикатором доходности майнеров или же индикатором халвинга. Когда график этого индикатора опустился в зеленый коридор, это дало сигнал о том, что цена слишком низкая, а биткоин недооценен. За всю историю биткоина таких сигналов было всего 4. Каждый раз, когда линия покидала зеленую зону, следовал сильный восходящий тренд, который длился примерно полтора или даже два года. В итоге можно сказать, что быки готовы к забегу уже в 2020 и в 2021. Это не означает, что биткоин не может совершать откаты или развороты в ближайшие недели, но это означает, что 2020 и 2021 годы с большей вероятностью будут бычьими. Что же такое Pure Multiple? Это соотношение ежедневного показателя выпущенных монет в долларовом выражении к его годовой скользящей средней. Его используют для определения времени, когда стоимость добытых биткоинов исторически слишком высокая или слишком низкая. Возможно, звучит немного сложно, но проще говоря, этот график говорит, что если цена на данный момент очень сильно занижена, либо же уровень инфляции после халвинга слишком завышен, тогда линия рисует резкое падение и заходит в зеленую зону. Мы видели это вот здесь, в период с 1 по 16 марта. Подобное уже было после сильных падений цены биткоина. Это происходит периодически и недавний халвинг не стал исключением. Например, в 2011 график этого индикатора рухнул вниз, в то время как цена биткоина фактически встретила линию сопротивления на верхней границе зеленой зоны. Затем индикатор нарисовал W-образный паттерн. И только тогда цена биткоина вышла из зеленой зоны и прошла путь от 64 центов до 1300 долларов США. Второй раз такой сигнал произошел в начале 2015, когда линия покинула зеленый коридор. Цена биткоина тогда выросла от 250 долларов до 20000 долларов США. Подумайте о точности этого индикатора. У биткоина было множество падений, но этот индикатор показывал вход в зеленую зону исключительно вблизи локальных минимумов цены биткоина, за которыми следовали сильные восходящие движения. Сможете ли вы назвать другой индикатор, который имел бы такие же мощные и точные сигналы? Все, что приходит на ум лично мне, это Hash Ribbons, о котором я тоже снимал видео. Но в его истории было два ложных сигнала и, конечно же, множество правильных. Кстати, если не смотрели это видео, ссылку на него оставлю в прикрепленном комментарии. Но у Puel Multiple, в отличие от Hash Ribbons, пока не было ни одного ложного сигнала. К концу 2018 года цена биткоина опустилась на ДНО, упав с 6000 до 3000 долларов США, фактически уничтожив доходы майнеров. График Puel Multiple также опустился в зеленую зону, а после выхода из нее последовало восстановление цены биткоина с 4000 до 14000 долларов. Это был третий сигнал Puel Multiple. Вот что происходит прямо сейчас. Мы покинули зеленую зону буквально несколько дней назад. Это говорит о том, что существует огромная вероятность, буквально исторически подтвержденная вероятность, что впереди нас ждет сильный бычий тренд. Конечно же, все может поменяться, но прямо сейчас это выглядит прекрасно. Посмотрите на метрику Glass Note на временном отрезке с 2019 года по настоящее время. После халвинга мы видим резкое падение индикатора, так как прибыль майнеров упала в два раза. Все из-за того, что вместо 1800 монет в день, майнеры добывают только 900 биткоинов в день. Обратите внимание, что 1 июня индикатор наконец-то покинул зеленую зону, а цена в этот момент составляла 10000 долларов США за один биткоин. В таком случае встает вопрос, если предыдущие движения привели нас с 60 центов до 1300 долларов, с 250 долларов до 20000 долларов, что же произойдет с ценой биткоинов в текущем движении? Напишите свои мысли об этом в комментариях. Но лично я склоняюсь к тому, что если мы не увидим какой-то гиперинфляции доллара, например, которая запустит цену биткоина еще выше, то мы сможем увидеть рост цены от 150 до 300 тысяч долларов за биткоин. Что невероятно приблизит биткоин к общей рыночной капитализации золота. Но у меня есть еще хорошие новости, особенно для тех, кто говорит, что майнеры устраивают демпинг цены намеренно. Это неправда. Перед вами индикатор, который предназначен для ончейн-отслеживания примерно 20 самых больших майнинговых пулов и их ежедневных транзакций биткоина к биржам-обменникам. Ончейн-отслеживание означает, что индикатор берет данные прямо из блокчейна биткоина. Если что, это платный индикатор на глаз ноут. В бесплатном доступе его нет. То, что я сейчас вам расскажу, точно заслуживает лайка. Я очень надеюсь, вы не поскупитесь и поставите его. Мне будет очень приятно. Мы можем видеть, что в данный момент средний показатель индикатора находится на уровне от 90 до 100 биткоинов в день. Это означает, что майнеры 20 крупнейших пулов отправляют от 90 до 100 биткоинов на бирже в день. Однако, вспомните, объем майнинга составляет 900 биткоинов в день. Получается, что они пересылают всего лишь 10% от общего объема добытых монет. И это указывает на их нацеленность на дальнейшее восходящее движение цены. Несмотря на то, что их прибыльность упала, майнеры все равно не продают все свои биткоины, а лишь 10%. Я считаю, что такие показатели индикатора говорят о том, что майнеры ожидают значительное повышение цены биткоинов в будущем. Возможно, не на следующей неделе, может быть даже не через 2 недели, но они сохраняют биткоины в ожидании грандиозного роста. В итоге, низкие показатели этого индикатора говорят, что прямо сейчас майнеры настроены крайне оптимистично относительно будущей цены биткоина. Ставьте лайк, если вы не знали того, о чем сегодня я вам рассказал, и если это взорвало вам мозг. Давайте наберем 3000 лайков под этим видео. Это поможет ютубу его заметить и предлагать к просмотру заинтересованному зрителю. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok